Америга Веспуччи родился во Флоренции, был третьим сыном государственного нотариуса республики. Образованием Америга занимался его дядя, доминиканский монах. В итоге мальчик прекрасно знал латынь, физику, астрономию и географию. В 1490 году Веспуччи едет в Севилью и начинает работать в торговом доме Медичи, который занимался снабжением и подготовкой заморских экспедиций с целью высадки колонистов и, в частности, финансированием экспедиции Колумба. Колумб был лично знаком с Веспуччи. Еще незадолго до своей смерти он в письме сыну отозвался о Веспуччи как о честном, надежном человеке. По рекомендации Колумба в 1505 году Веспуччи был принят на испанскую службу главным кормчем для путешествий в Индию. Успешные экспедиции Колумба вдохновили Веспуччи на собственное путешествие и в мае 1499 года он в качестве штурмана принял участие в первой экспедиции адмирала Алонсо де Охеда, который на четырех кораблях отплыл к новым берегам. Америго Веспуччи всего совершил три путешествия, два в качестве штурмана, а во время третьего он сам командовал небольшим судном. Во время этой экспедиции он стал первым европейским ученым, обследовавшим побережье Бразилии и залив Ла Плата. Единственные письменные памятники, оставшиеся после Америго Веспуччи, состоят из его дружеских писем к некоторым знатным лицам, в которых он весьма живо описывает флору, фауну, а также нравы местного населения. Письма Веспуччи были изданы сразу после его смерти. Их многократное переиздание, переводы на разные языки и дополнение издателей привели к тому, что на одной из карт вновь открытый континент назывался «Новая земля Америго». Субтитры создавал DimaTorzok